Друзья, привет, с вами Джамбо Макс и в этом видео я вам расскажу, почему я куплю Xbox Series X на старте и объясню, почему для меня Xbox Series X будет основной платформой и почему она для меня будет лучше, чем PlayStation 5. Перед началом видеоролика, как всегда, попрошу вас поставить лайк, подписаться на канал, ну а также в этот раз написать в комментариях, решились ли вы покупать консоль нового поколения. Если уже решили, то пишите, я в деле, если нет, то я пас. И давайте начнем. Вообще, выбор каждой консоли субъективный, кто что хочет, тот на том и играет. И лично я уже решил для себя, что хотелось бы взять и ту, и ту консоль сразу, ну чтобы не пропустить ни один понравившийся эксклюзив. Но в качестве основной платформы я себе приобрету именно Xbox Series X, поскольку для меня она пока лучше, чем PlayStation 5. Почему? Сейчас объясню. Прежде всего, покупая именно Xbox Series X, я перенесу для себя абсолютно все игры, которые я покупал для своего Xbox One. Ну а также некоторые игры от Xbox 360. Да, обратно совместимый с моей библиотекой для меня является очень важным фактором перехода на консоль того же бренда. Поскольку, переходя, к примеру, на PlayStation 5, у меня на ней на старте, по сути, не будет приличного количества игр. Да, я смогу купить новые, но не думаю, что именно на старте их будет прям большое количество. А без игр на старте с новой консолей я сидеть не хочу, поэтому с Xbox Series X у меня уже будет большая библиотека игр, и она еще будет выглядеть лучше, чем выглядела на нынешнем поколении консолей. Функция Smart Delivery также идет в копилку плюсов, поскольку это отличное предложение для пользователей, которые были и будут играть на Xbox. Функция дает возможность купить игру всего лишь один раз и играть на нее как на Xbox One, так и на Xbox Series X. Таким играм относятся эксклюзивы майков, Assassin, Cyberpunk, Dirt 5 и другие. То есть игры, заточенные под новое поколение, при условии, что вы покупали ее для старого поколения, вам даются совершенно бесплатно. И с точки зрения лояльности пользователей, это очень круто. К примеру, я уже сделал предзаказ на Cyberpunk 2077 для Xbox One, и после его выхода на Xbox Series X я получу новую версию совершенно бесплатно. Как по мне, это нереально круто и экономно для тех, кто играл и будет играть на Xbox. Плюс ко всему этому, Xbox Series X по-любому получит множество эксклюзивных проектов, из которых мне по-любому должно будет что-то понравиться. Лично я буду ждать Fable, продолжение серии Gears, Forza и каких-нибудь новых IP. Очень жду одиночных игр с реалистичной графикой по типу Quantum Break или Uncharted. На самом деле, по приключениям очень скучаю, и на мой взгляд, такие экзы очень сильно поднимут интерес в сторону Xbox, поскольку та же Sony лично меня манит лишь Человеком-пауком. В то время как у Xbox, опять же лично для меня, намного больше франшиз, которые мне нравятся. И на новом поколении, по-любому, они получат продолжение. Ну, просто другого варианта нет. Да, количество студий, эксклюзивов не равняется качеству. Но так или иначе, майки, по слухам, внесли очень много денег именно в игры. И в этом поколении, я не думаю, что они будут халтурить так же, как и в этом. Поэтому в эксклюзивы Xbox Game Studio мне очень хочется верить. Помимо этого, Xbox Series X для меня привлекательнее будет именно за счет подписки Xbox Game Pass. Учитывая, что игры следующего поколения, возможно, будут стоить дороже и где-то около 6 тысяч рублей, то при помощи данной подписки можно знатно сэкономить на тех же эксклюзивах, которые на старте по-любому войдут в эту подписку. Я на самом деле даже подумываю продлить Ultimate без какого-либо буста. Ну, потому что это реально годная подписка, которая включает в себя и Xbox Live, и Xbox Game Pass, по сути, заплатила за год и не паришься. У майков, на самом деле, большие планы на эту подписку и думаю, что каких-то крутых тайтлов будет завозиться больше. И можете прям скринить, что на глобальном шоу, которое, возможно, пройдет в июле, этой подписке будет также уделено большое внимание и кроме игр Xbox Game Studio, там могут появиться больше игр от сторонних студий, которые могут быть временными эксклюзивами. И да, экономия на этом, а именно на стороне Xbox, еще не заканчивается. По словам Фила, консоль от команды Xbox будет максимально доступной для пользователя, и в случае чего они смогут скинуть 100 баксов. И учитывая, что новые консоли предположительно будут стоить от 50 тысяч, минус 100 баксов это будет весомо. В любом случае, у майков есть еще и сюрприз в виде второй непоказанной консоли, но о ней пока рассуждать рано, поскольку каких-то фактов они нет, и пока я нацелен на Xbox Series X. Ко всему этому плюсом в сторону нового Xbox будет геймпад, который для меня будет удобнее, чем на PlayStation 5. Да, по сути, я не держал ни того, ни другого, чтобы так говорить, но расположение стиков все же у Xbox намного лучше в плане шутеров. Да и геймпады от версии Xbox One и Xbox Series X мало чем будут отличаться, поэтому, собственно, я из этого и сделал вывод. И насчет железа консоли и на ее громкоговорящие 12 тарафлопс, мне признаться пофигу. Да, представьте себе. В этом нет ничего странного, поскольку, по моему мнению, все равно решит оптимизация и цели разработчиков. Понятно, что мощное железо дает больше возможностей, но если кто-то решит, что должно быть 30 фпс, будет 30 фпс. И это будет, несмотря на то, что технически все-таки можно достичь 60 фпс. Плюс мощное железо не означает, что его потенциал будет полностью раскрыт, и абсолютно все игры будут работать в 120 фпс и 4к. А вообще, на самом деле, не понимаю тех людей, которые в данный момент о консолях рассуждают как у ПК. Типа, вот у него такой проц, столько тарафлопсу, такая вычислительная мощность. Ребят, сколько бы вы не считали цифры, они для вас вообще никак не важны, поскольку вы видите лишь картинку, лишь конечный результат. Техническая часть нужна лишь разрабам, которым нужно будет делать игры, а в остальном, а именно для вас, это лишь маркетинг, на который вы отлично ведетесь. Мощнее, значит лучше. Но опять же, тут у каждого свое видение. Но на мой взгляд, лучше не стоит превращать консольный гейминг в бессмысленную гонку железа, и смотреть на нее с точки зрения ПК гейминга, от которой геймеры получают удовольствие не от самих игр, а от железа и цифр в счетчике фпс. Вот таких людей я на самом деле вообще не понимаю. В качестве графики, также не ставлю, наверное, на иксбокс каких-то невероятных ставок, поскольку смотря на это поколение, скорее всего, в мультиплатформе будет все плюс-минус одинаково, и какие-то отличия, на мой взгляд, можно будет расследить под конкретным детальным сравнением. Опять же, я не придирчив к разрешению, к фпс, мне важна именно красота картинки в целом, отражение, частицы, прорисовка объектов, визуальный стиль и так далее. А это все будет зависеть в большинстве случаев от идеи и реализации студии. То есть, несмотря на то, что при помощи, опять же, этого мощного железа, допустим, можно будет добиться невероятно реалистичного изображения, неотличимого от реальности, то никто не отменяет того, что в следующем поколении будут такие вот игры. А в таких играх хоть 4К, 120 фпс, сделай красивее, они вряд ли станут. Дизайн консоли для меня также не играет большой роли, поскольку я не собираюсь на нее каждый день смотреть. Но дизайн у Xbox, по моему взгляду, пока выигрывает у плойки с точки зрения размеров и практичности. Но опять же, для меня это не так важно, как все остальное, так как консоль во время игры я не вижу. И примеряя уже место, куда я его поставлю, скорее всего, это будет за теликом. Да, это тупо, но мне реально некуда его будет ставить. И чтоб ему было нормально в плане воздуха, сзади телека ему будет самое то. И в принципе, для меня это, наверное, все плюсы. И да, несмотря даже на цену Xbox Series X, я его 100% возьму и сделаю это на старте. Если вдруг вы решили так же, то плюсаните в комментарии. Посмотрим, сколько нас. Отвечая на вопрос, зачем я куплю его на старте, ведь в первых партиях много брака, потом будут версии лучше, скажу так. Я человек простой. Вижу новые поколения консолей, покупаю. Поскольку я не люблю ждать. Насчет брака я не парюсь вообще, поскольку брак можно получить даже и после 5 лет выхода. И несмотря на то, что там будут уже якобы идеальные версии. Лично я купил Xbox One Fat на старте в России, до сих пор на нем играю. И по честному вам скажу, ему вообще пофиг и работает он как часы. И как-то париться насчет нового Xbox я не собираюсь. Будет брак, обменяя по гарантии. И все. Да, на старте продаж якобы страшно брать, поскольку очень много у всех проблем. Но это легко обосновывается тем, что при старте новых консолей идет очень много покупателей. Тем самым больше гарантийных случаев зарегистрировано. После же этого, с течением времени, продажи растягиваются. И тем самым, какого-то брака становится на слуху меньше. И как-то сидеть и дрожать, пропуская новые мультиплатформенные игры на старте, которые выйдут только на новое поколение и ПК, из-за какого-то возможного брака, я не собираюсь. И как я не раз говорил, чтобы понять, покупать сейчас или потом, нужно определиться, ты хочешь играть сейчас или потом. Лично я хочу сейчас, поэтому при первой же возможности я куплю себе новый Xbox. А вообще, двигателем того, что я хочу приобрести консоль нового поколения, являются игры. Которых, к сожалению, не будет на старое поколение. Да, их будет немного, но вместе с этим я получаю графические технологии для старых игр, которых не было на Xbox One. Думаю, о плюсах я ничего не забыл. Ну, а если вдруг видите еще какое-то преимущество Xbox на PlayStation 5, то напишите его в комментариях. Но знаете, несмотря на то, как мне нравится Xbox, под плюсами есть и небольшой минус. Как, в принципе, у любой игровой платформы. Но о нем я хотел бы высказаться в следующем видео. Если хотите, то можете, в принципе, попробовать угадать этот минус в комментариях. Но сразу скажу, это будет сложно. На этом все. Надеюсь, вам понравился видеоролик. Если это так, то с вас лайк, подписка на канал и напишите, что вы думаете на этот счет. Спасибо за просмотр. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok